Мы, самодвиженцы-кандидаты в депутаты Маслихата в городе Астаны, обращаемся к вам как гаранту Конституции Казахстана в связи с тем, что нас незаконно снимают с выбора, попирая Конституцию, где в пункте 3 статьи 86 Конституции Республики Казахстан сказано «Депутат Маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет и обладающий активным избирательным правом. Не может быть кандидатом в депутаты Маслихата гражданин, имеющий судимость, признанный судом недееспособным, а также содержащийся в местах лишения свободы. Других оснований для отказа в выдвижении кандидатуры нет. Согласно статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года, которому 15 ноября 2003 года присоединилась Республика Казахстан, запрещаются необоснованные ограничения права голосовать и право быть избранным. В настоящее время окружные избирательные комиссии повсеместно снимают с выборов кандидатов-самовыдвиженцев по причине недостоверных сведений о налоговой декларации. Основанием для вынесения их решений служат результаты проверки Департамента государственных доходов, в том числе Астаны, согласно которым Департаментам якобы выявлены факты недостоверных сведений о доходах за декларированными заявителями. Такие расхождения, как, к примеру, неуказанные доли тенге или 10 тенге на счету в банке, завышенные на 64 тенге или заниженные суммы пенсионных накоплений. Нас своевременно не ознакомили с результатами проверки со стороны Департамента государственных доходов. Не всех из нас пригласили на заседание окружных комиссий, а лишь вручили готовое и подписанное решение. Таким образом, нам не дали принять участие в заседании и обосновать свои доводы и возражения. Между тем, мы не согласны с выводами Департамента государственных доходов по следующим основаниям. Первое. Информацию о пенсионных накоплениях мы получали посредством заказа выписки через портал электронного правительства в ЦОНИ, что предполагало действительность и достоверность сведений о сумме пенсионных накоплений. Именно эта сумма была указана в декларациях. Второе. Мы предоставили сведения имеющихся в счетах на основе официальных выписок и счетов, выданных банками. Суммы о расхождении в банковских счетах ничтожны и минимальны. Мы, кандидаты самовыдвиженцы, считаем, что указанные расхождения носят формальный характер и окружные комиссии указали на них только для того, чтобы формально обосновать снятие нас с выборов. Действия окружных комиссий носят придирчивый характер и имеют под собой единственную цель не допустить нас, самовыдвиженцев, к участию в выборах. Вся эта налоговая проверка идет 15 дней во время предвыборной агитации, когда мы из собственных средств заплатили избирательный взнос в размере 115 тысяч тенгер. Активно встречаемся с нашими избирателями, проводим предвыборную агитацию, тратим свои денежные средства и средства республиканского бюджета. И теперь перед самыми выборами нас ставят в известность, что нас снимают статус кандидатов и не дают нам время, чтобы исправить эти ошибки. Нам не дают возможности подать повторные декларации. Нас снимают перед самыми выборами, тем самым расчищая дорогу для удобных кандидатов. А мы, самовыдвиженцы из простого народа, остаемся не у дел. Мы видим, какие нарушения происходят на наших избирательных участках, но никто еще не был снят, кроме нас. Мы заявляем, что незаконные действия окружных комиссий нарушают наши избирательные права, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан, Конституционным Законом Республики Казахстан о выборах и должны быть признаны необоснованными. А решения о снятии нас с выборов подлежат отмене. Мы задаемся вопросом, кто и с какой целью хочет дискредитировать эти выборы в глазах простого народа, предоставить их нелегитимными. Нарушения законодательства на избирательных участках. Их очень много. На наших избирательных округах происходят массовые нарушения предвыборной агитации со стороны других кандидатов, на которые окружные комиссии закрывают глаза. Так, в Астане по округу номер 12 кандидатом является директор школы гимназии номер 17, на территории которой находится ее избирательный участок. А председателем и членами избирательной комиссии являются ее непосредственные подчиненные. Большинство участковых избирательной комиссии состоят из сотрудников с одной организацией, на территории которой они находятся. Что противоречит статье 19 пункту 9 закона о выборах в Республике Казахстан. Избирательная комиссия не должна состоять из работников одной организации. Аналогичные нарушения по округу номер 2 города Астаны. В составе участковых избирательных комиссий УИК номер 106 пять членов являются сотрудниками школы гимназии номер 3, в том числе сам директор школы гимназии номер 3, председатель УИК. В УИК номер 107 шесть членов работают в одной школе гимназии номер 2. В УИК номер 110 пять членов УИКа работают в одной городской поликлинике номер 4. В УИК номер 272 шесть членов УИКа являются сотрудниками школы гимназии номер 50, в том числе сам директор школы гимназии 50, председатель УИК. УИК 109 и 105 данные о составе комиссии не предоставлены, хотя запрос кандидатов был. ЦИК дает ответы на обращения с опозданием, что является нарушением в электоральный период. Аким Астаны отказала в проведении мирного митинга и шествия в рамках проведения агитационных кампаний. Мы обращались в ЦИК, генеральную прокуратуру, суды, но нам везде отказывают. Недавно член ЦИК Марат Сарсенбаев сказал, раз кандидат не может разобраться со своей финансовой частью, то сможет ли он соотнести свои действия по соотношению к финансовому потоку государства. Мы считаем, что члену ЦИКа Марату Сарсенбаеву не стоит заниматься домыслами и предположениями. А также мы хотим указать, что в законе о выборах в республике Казахстан нет пояснения понятия недостоверной данной, за которых нас снимают с предвыборной гонки. И трактовать это значение можно, как удобно членам ЦИК и ОИФ. Мы обращаем ваше внимание на огромные нарушения на наших участках. В большинстве с боем члены АИ и УИК не имеют опыта участия в выборах. Поэтому при обращении к ним за разъяснениями мы получаем некомпетентные ответы и вынуждены тратить свои время и силы не на встречи с избирателями, а на бюрократические проволочки, которыми нас постоянно окружают. Кроме того, АИК не дает нам полной информации по округам. До сих пор не получены границы участков, сведения о названии домов, КСК, государственных и частных предприятий округа, имена председателей и членов УИК, что отражается обычно в паспорте участка. Внезапно меняются границы участков. Мы считаем, что ЦИК должен не только организовывать работу УИКов и вести подширный голосок, он также должен организовывать честные и прозрачные выборы на всех уровнях работы для всех кандидатов, депутатов и предоставлять им полную информацию, чтобы мы могли размещать на сайте, в прессе или в полном объеме. Уважаемый Нурсултан Абишевич, выборная система, предназначенная для претворения принципов демократии, прозрачности, гласности, превратилась в закрытую систему бюрократических препонов. Мы, посещая свои округа, увидели в людях нежелание принимать участие в выборах, большую пассивность, так как в существующей выборной системе в Казахстане накоплено недоверие в народе. Почему в демократически развитых странах реализация права быть избранным в местные органы представительной власти доступно простому человеку? А в Казахстане это удел только директоров, предприятий, школ, бывших депутатов, которые сидят от созыва к созыву, считая недопустимым и противоречащими закону действия АИК в отношении кандидатов-самовыдвиженцев. Такие действия бросают тень на выборы, на принципы свободы и демократии, на саму Конституцию Республики Казахстан. Необходимо, чтобы в законы о выборах было четко прописано весь процесс от регистрации кандидата и его проверки до его снятия, который бы исключал возможность двойного толкования и подмены понятий. Этот закон нуждается в однозначном толковании каждой статьи, и поэтому к ним следует разобрать разобрать законодательную часть и утвердить порядок процедуры, который не может менять цикл год от года по собственному решению. Мы считаем, что необходимо снизить бюрократические барьеры во время выдвижения кандидатов, нести процедуру проверок налоговых деклараций кандидатов до их регистрации в качестве кандидатов, изменить сроки регистрации и начала предвыборной агитации, отменить регистрационный взнос и разработать порядок его возвращения кандидата. Мы готовы быть в рабочей группе по внесению данных и других поправок в этот закон, поскольку мы предоставляем народ. Мы представляем, с какими барьерами встречается простой человек, и мы видим эту систему сейчас изнутри. Просим вас, уважаемый Нурсултан Абишевич, инициировать внесение изменений в закон о выборах в Республике Казахстан. Просим вас дать соответствующую оценку бездействию ЦИП и незаконным действиям АИК. Просим восстановить справедливость в отношении кандидатов-самовыдвиженцев и не допустить нарушения Конституции Республики Казахстан и международных соглашений. Мы считаем, что подготовка к выборам должна быть от двух до трех месяцев. Срок 26 дней для подготовки, как случилось на данных выборах, не дал возможности полноценно к ним подготовиться. Уважаемый Нурсултан Абишевич, мы просим признать настоящие выборы в Маслехаты незаконными и недействительными. Все, спасибо. Есть ли у вас вопросы какие-то конкретно на каждом конституции? Можете запомнить? Я хочу уточнить, получается, у всех оснований как в экономической декларации. Расскажите, у всех. Да, у всех. Да, у всех. Хотя мы просто говорили, что там полы какие-то разные, да, пределы были, но у всех оснований вот это. Сейчас у всех, кто здесь сидит, это тесно. Вы все получили, да, бумаги? Мы получили. Без окружной комиссии решение. Да, и мы их оспариваем сейчас сюда. Кто-то уже оспорил, кто-то еще в процессе, на конкурс, кто-то собирается. Мы получили решение, уже подписаны, уже готовы, нас просто уведомили. В решениях есть вот такой небольшой корешок о том, какие у нас расхождения. Никакой, ни входящего номера, ни герба, ни официально обладно, на которых мы могли бы понять, из-за чего произошли эти нарушения. Сейчас, когда я обратилась в окружную избирательную комиссию, в городскую избирательную комиссию, о том, чтобы мне предоставили, во-первых, протокол заседания этой комиссии и ознакомили их с полной результатой, с полными результатами проверки Департамента государственных доходов. На что я получила отказ? Как в АИКе, так и в городе. Завышены или занишены пересъемные, и они ссылаются на то, что на какие-то деньги в банке. С нашей стороны у всех есть подтверждающие документы, то есть через его мы получили пересъемные, и я отлично заплатил деньги, чтобы получить эту справку. Они ссылаются на хитом, не пойму, на хитом Майк, которые нам не показали. Я хочу дополнить, что мы были направлены в ЦОНы из налоговой, и считаем, что ЦОНы, мы обратились к ним, как кандидаты депутатов на СУПА, они были об этом уведомлены, и все равно выдали нам справки без инвестиционного дохода. Я считаю, что они преднамеренно ввели заблуждение кандидатов депутатов. Такие действия неправомерны. Они должны были предупреждать, что они выдают нам справки без инвестиционного дохода и направлять в ЕНПР. Я тоже еще раз скажу, я еще раз помню, в ЦОН у этих налоговых, в моем случае, мою налогу заполнял сам работник налоговой, они что сделали? У них там выделено прям отдельное окошко для тех, кто кандидаты, без инвестиционного дохода.